Девушки отдыхают Костюмы, декорации и 26 дней жизни Достоевского Что-то кто-то про меня сказал Война, что бы я была Кто-то сказал А вот эта художница, которая сделала обыкновенное чудо Молодая девка, она на первом курсе архитектуры Она училась, она такие картины вообще не смотрит Я поняла, все Началось другое время Я папа очень не хотел Меня не взяли первый год Валдик Меня взяли сначала с текстильной Но мне там очень не понравилось Просто для меня это была мука Я через полгода перевелась в Строгановку На моментальный факультет И папа мой был счастлив А мне тоже не нравилось И тогда нельзя было поступать в несколько институтов И надо было только в один И я каким-то образом, хитростью какой-то Выцарапала в отдельный кадр свой аттестат зрелости И папа чувствовал Для него это было все равно, что дочь отдать на панель куда-то И выбить это было невозможно И вот такое странное стечение обстоятельств было Что в год, когда Андрюш Тарковский поступал в Авдик Мы с моим приятелем пришли на день открытых дверей на наш факультет И они познакомились А потом он меня познакомил с Андреем Он встречал у нас Новый год Вот, значит, он учился на первом курсе Но только папа и он вдруг куда-то исчезли Часа два они сидели там разговаривали И где-то, наверное, не знаю, что-то когда Часа в четыре, что-то, Андрей ушел И папа ко мне подходит, говорит Ты знаешь, очень милый молодой человек Но, может быть, если в Авдике такие люди учатся То, может быть, я и не прав была по отношению этого паршивого Авдика Недоброжелатели, которые были у Людмилы Михайловны в большом количестве Надо сказать Приходили в декорацию и говорили Что это такое вы построили? Это вот у вас Это вот видно, что это декорация И видны фактуры не те Там и масштабы И по масштабу не видно Все Вот, на что мне, например, хотелось ответить А вы пойдите и снимите где-то Москву 1904-го года А где вы это еще будете иметь? Вот И жизнь все это подтвердила Потому что я не помню, какое количество То ли 50, то ли 150 картин здесь снятого В этой декорации Я после этого снимал три или четыре раза здесь Я вообще считаю, что это как бы, ну, судьба Вот, как человек ведет Вот, куда тебя И, наверное, я сделала правильно И, наверное, я сделала правильно И что за Миша, и что за муж И, наверное, я сделала, что даже на эти костюмы Я пошла на какое-то время Но вот Миша мне всегда говорила Ну, уходи из кино Тебе надо писать Ты себя Давай уж я буду работать А ты, вот, так сказать, пиши Ну, тоже, что-то я боела Без работы остаться Потом папа умер Как-то надо было Мне что-то жить Ну, в общем, так вот Пошло, пошло, пошло И вроде как и ничего так Но сейчас Мне жалко времени В кино Ну, в то же время, наверное, мне Глеб жалуется Все-таки мне были интересные картины Кто здесь? Княгиня Елизавета Петна Тверская На одну и ту же вещь можно смотреть трагически И делать из нее мучения А можно смотреть просто и даже весело Не знаю, хуже я других или лучше Если бы он не уезжал так далеко Я поняла бы ваш отказ И вашего мужа тоже Но ваш муж должен быть выше этого Я не для мужа Я для себя не хочу И, пожалуйста, не будем говорить больше об этом Прошу вас Вы не можете не желать увидеть человека Проститься с ним Который стрелялся из-за вас Так нет, вот от того-то я и не хочу Не будем говорить об этом Бонжу, принцесса А, Алексей Александрович Я рада, что вы дома Я вас не видела со дня болезни Анны Я все слышала Ваши заботы Вы удивительный муж Как вы чувствуете? Как вы чувствуете? Я думаю Вы выглядите феврой Но вопрос о том Может или не может Жена принять кого-нибудь Она решит сама О плеси Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще говоря Людмиле Михайловне И вообще Разговаривая о художниках Мне кажется Нужно Просто объяснить Что такое художник в кино Если говорить проще Так по-человечески То художник делает Детскую площадку Оператор смотрит За этим из-за угла А режиссер с актерами Играет на этой детской площадке Как дети Вот говоря о Людмиле Михайловне Кусаковой Как и художнике На самом деле Мы должны понимать Что В кино От нее осталась Достаточно небольшая часть Ее фантазии Хватало намного больше Она создавала Многослойный мир Который Который можно было снимать Бесконечно Но вот на самом деле Вот эта декорация На фоне которой мы сидим И которая уже многократно Переделывалась И сейчас уже В своем Нынешнем состоянии Переделана В очередной раз Это было построено В 2003 году Для фильма Всадник по имени Смерть Короня Шахназарова Построила Целый город Которого хватило Не на одну картину А на много-много Разных картин И каждый оператор В этом мире Который она создала Нашел что-то свое И каждый Режиссер Играл в этом мире Во что-то свое Не взорвалась Держи уйдет Вперед, вперед Вперед Погубились Уйди, уйди Некий собирательный Образ Москвы Она такой была Где-то просто Как глухая провинция Где-то была Безумно такая Нарядная И, наверное Но она была Очень уютная Москва Вращаешь голову направо Там Обычная территория Мосфильма Поворачиваешь налево И там совершенно Другой мир И ты раз зашагнул И ты уже тут Так смотришь Какой-то воздух другой Там даже Все ходила Рассматривала Все трогала Нюхала Ну, это потрясающе было Я себя ощущала Как в какой-то другой жизни Мне хотелось там остаться Убейте гусянь Убейте гусянь Убейте гусянь Терна Вообще Людмила Михайловна Кусакова Каша Я думаю Она была Один из величайших художников Вообще В истории Советского Российского кино Это было совершенно Необыкновенное зрелище Когда ты попадал в эту декорацию Это было просто Наслаждение работать Тебе приходили Она давала возможность Тебе Какие-то совершенно новые идеи Художественные Вытекали из ее Из ее декорации То есть Те, которые ты даже вообще Не предполагал И тебе в голову не приходили Но когда ты попадал В ее декорацию Уже на съемочной площадке С артистами Тебе Приходили совершенно Какие-то Принципиально Новые решения Новые идеи Ты совсем по-другому Себе Это был какой-то мир Вот Она Она действительно Создавала В принципе Что такое кино Кино Это же довольно дерзкое Такое занятие Потому что В принципе Люди создают мир То, что Вообще-то Делают Боги А тут люди В общем-то Претендуют на то Что Ну в общем Это мир Очень разная картина Я с ней снимал С ней очень долго Работали И она Она всегда находила Очень точное решение Но у нее был еще Конечно Я бы сказал Совершенный художественный вкус Абсолютно совершенный А потом Когда Пришли в Аргик Мы попали на один Курс И В одну группу Группы у нас были Очень маленькие Ну У него был там Свой роман У меня был свой роман Безумный Вот В результате Значит Я поссорилась И он поссорился И мы Он мне позвонил Говорит Давай поедем вместе В Коктебель Я Один не поеду Вот с тобой Я бы поехала Я говорю Ну я подумаю Ну тут были Все эти перезвоны Туда-сюда В общем Короче говоря Попали мы В этот Коктебель Вот где мы как раз С Андреем Тарковским И с Иром И он был А мы значит Были С Мишем На очень скромную Такую дачу Летнюю И Миш куда-то ушел А я значит Осталась На веранде И потом Так смотрю И В калетке Появляется сток Из травы Цветов То этот сток Падает мне к ногам И я вижу Мишу На лицо И он мне говорит Это тебе Я тебя увидела И вот с этого Начались Какие-то флюиды Это наверное Уже был какой-то Я не знаю Курс третий Вот так вот А потом Он понял Что я Очень далека От всяких Его Мыслей И идеалов И он стал Меня воспитывать Притом Это был Очень длинный Процесс Вот мы шли Метро Открыли ВДНХ Тогда И мы Давдик Шли пешком И Миш всегда По пути Собирал Какие-нибудь Цветы И там Вот такие Вот в асфальте Прорастали Маленькие цветочки Еще Вот он срывал И значит Мне преподносил Ну и вот так Вот все Накапливалось Вот он все время Мое внимание На чем-то Значит Вот застрял Ну какие-то Были там Разговоры Я конечно Проявляла чудеса Тупости И глупости Но во всяком случае Вот он капал 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 И вдруг Прошло несколько лет И я почувствовала Что я стала Каким-то другим человеком И мне стало С ним интересно А Миша Так вот Как будто Влез в каждую Клеточку Вот Не хотелось бы С всего этого Делать Кинодекорацию Не хотелось бы Использовать киносвет Хотелось бы Вот какое-то такое Художественное естество Правильно? Абсолютно Более Что тут Для этого Вообще Все есть А Кстати Хорошая Штука Такая А вот Смотри Мил Если тебя Вот здесь Поставить Вот Вот так Отсюда Через картину Эту И прийти Вот сюда Вот ты стоишь И дальше Вот твой ход Вот сделать Вот такой ход А ты где? А я вот Я вот он Стол можно убрать Он пополам складывает Зачем? Нет, нет Не надо Не надо его убирать Надо вот Просто его сдвинуть Чтобы вот здесь Можно было пройти И вот смотри Вот мы начали И вот Вот Я перешел Перешел на картину Например Вот Да И вот Дальше Через вот эти Картины Висящие Да Через вот эти Картины Мы видим Мой силуэт Вот здесь И ты пошла Вот И вот ты пошла Вот сюда В окошко Ну от окошка Вот так пошла Вот мы как раз Вот так хорошо Берем Разворачиваемся И вот И вот пошли туда И дальше Через все Это наше Вот Может быть Такой И пустой Стол А где Эту самую Этого Света Достаточно Ну вообще Так красиво Тоже Именно на этой Парче Можно еще Повернуть их Совсем Вот В эту сторону Но они Интересные Да И потом В них есть Какая-то Такая Застывшая Красота Которая Тоже По-моему Интересна Ну если Вот так Вот по картине То скажем Там Ну Можно набрать Шесть Каких-то таких Ну назовем это Нотермортов Связанных Вот С головой Он и она И Разные Обстоятельства Когда Человека Распяли Когда Человека Там еще Что-то С ним сделали И С какой-то Вот Золотой Такой Даже Может быть Вот сейчас Положили Эту Парчу Мне понравилась И Вот так Вот Раскинутая Она Может Тоже В общем Сделать Картина Может Еще Что-то Добавить К ней Да Да и Под дождем Она Хороша Может Может Каким-то Мусором Засыпанная И Может Держать Да И Главное Ничего Объяснять Не надо Да Да Каждый Так сказать Сообразит Чего Что И про Себя Подумает Все это Какой-то Какими-то Эту Вот Ставь Вот Туда Вот Мальчика Куда Он Попадает Да Вот 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 Да Да Вот Когда Меня Не знают Ко Мне Очень Плохо Относятся А Там Была Группа Рабочих И Они Шли Как Несут Девами У меня Так Матом Как Несут Как Несут Умывальник Матом Я думаю Что же Такое Я же должна Им показать Я не могу Просто Уйти Куда Ставить Чего Что И Вот Когда Они Пошли Там Какой-то Седьмой Восьмой Раз Я Их Так Покрыла Матом Вот Все Что Я Знала Я Изложила Матом Которые Там С Этими Но Каждый Второй Третий Делают Уже Смотреть Невозможно А Тогда Я Первый Раз Делала Эти Часы И Там На Меня Тоже Люди Не Могли Смотреть Потому Что Считали Что Я Чучело Горохов Которые Привозила На Машине На Своей Какие-то Железки Раскладывала Вести Бюли Где Люди Ходили Все Это На Полу Разложила Сама И Пригласила Все Это Значит Шушеру Которую Должна Была Где-то Склепать Где-то Что-то Там Привязать Не Приклеить Или Наоборот Там Молотком Ударить И Они Пришли 12 Человек Как же Они Недавно Издевались Ну Что Ж Надо Поблагодарить Администрацию Что Бабу Взяли Я Тут Рядом Стою Художником Вот Теперь Мы Должны Страдать Я Молчу Но Я Чувствую Что Сейчас Зареву И Так Минут Двадцать И Когда Они Ну Все Хватит Они Повернулись Ну Что Еще Что Придумаешь Я Говорю Катитесь Вы И Я Говорю Цыплят По осени Считаю Все Будет Совершенно Иначе Потом Был Просмотр На Студии Всем Картина Понравилась Все Ко Мне Подошли После Просмотра И Сказали Ну Ты Михайловна Даешь Как Хорошо Получилось Так Что Вот Так Мы Завоевываем Мир Бабье Племя Мила Заканчивала В ГИК Тогда Не было Художников По костюму В ГИК Не выпускал А она Заканчивала В ГИК Это Художник Постановщик На минутку Просто Раньше К женщинам Постановщикам Относились Очень Подозрительно Чрезвычайно Просто Вот Их не Принимали На дух Вот Поэтому Ей Конечно Пришлось Преодолевать На студии Большое Сопротивление Чтобы Стать Художником Постановщиком По костюмам Пожалуйста Там Это Женское Отделение Вот Давайте И одевайте Вот А чтобы Стать Художником Постановщиком Это Нужно Иметь И Характер И надо Чтоб Рискнули И взяли Тебя На Мужчина Да Это Нужно Выпить Можно Водочки С Мужиками Которые Делают Декорацию Все Их Разогнать Так Эдак Поставить Чтобы Добиваться То Что Тебе Нужно Вот Потому что Постановщики Тоже Смотрели Так Это С высока На художника Женщину Это Было Это Сейчас Все Стали Женщины Все И операторами И режиссерами И Всем на Свете А раньше Это все Было Очень 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 Редко У нас По-моему Два Или Три Были Женщины На студии Постановщики Надо Понимать Что Кино Это Очень Короткий Промежуток Времени За Это Время Появлялись Разные Художники Которые Вносили Какое-то Новаторство Которые Двигали Наше Кино Вперед На Целый Шаг И Вот Среди Этих Художников Их Много Их Человек Может быть Даже Больше Пятнадцати Ну Я Отметил Для себя Пятнадцать Людмила Михайловна Кусакова Единственная Женщина Которая В свое Время Сломала Изображение В нашем Кинематографе Изменив Его На Какое-то Новое Предложив Что-то Новое Интересное Например Она Очень Долго Была Художником По Костюмам И Вот Просто Сказать Что Она Была Художником По Костюмам На Фильме Аболит 66 Мы Понимаем Насколько В то Время В реалистическом Кино Она Привнесла Какую-то Игривость Какую-то Театральность Какую-то Сложность Вот Я Автор И Это У меня Такое Лицо Это Очень Важно Чтобы Сразу Было Видно Лицо Автора А Это Мои Куклы Веселые И Грустные Они Такие Разные От Того Что Мы С ними Смотрим На Жизнь С разных Сторон Потому Что Когда Вы Смотрите На Жизнь С разных Сторон Вы Видите Все Так Как Бывает На Самом Деле А Когда Вы Знаете Как Бывает На Самом Деле Тогда Можно Придумывать Сказку Самое Главное Чтобы В сказке Не прозвучало Ни одной Фальшивой Ноты Звучит Пролог Кинопавильон Постройка Декораций Домика С первой Цифры Много Было Художников По костюмам Было Тоже 50 На студии Но Они Все Меня Очень Не Любили И Я Для Них Была Я Помню Я делала Эскизы И Болит 66 И Там Ходили Какие-то Люди Так Громко Чтобы Я Слышала Говорили Ну Конечно Она Чем Чуднее Делает Так Ей Кажется Лучше Глупость Какая-то Ну Вот Так Они Меня Там И Мне Стало Очень Там Дошно Поскольку Все-таки Я Кончила Как Художник Постановщик Ну Как-то Я Так В общем Довольно Быстро Я Исключительно Из-за Среды Но Вот Это Небольшое Там Семь Что-ли Лет Я Проработала Все-таки Художником По Костюму Я Поняла Как Это Важно Костюм В кино Ну И Конечно В театре Вообще Вот В таком Изображении Она Очень Любила Всякие В эскизах Делать Какие-то Декорации Непрямые Криво Она Делала Специально Кривые Вот Я Говорю Ну Как Это Камера Это Не Увидит Так Она Говорит Это 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 Образ Это Некий Образ Который Вот Ты Должен Сделать Другими Способами Странные Вещи Делала Я Помню Один Раз Я Смотрел В камеру Причем Уже Не Первую Картину Я С ней Снимал Я Что-то Смотрел В камеру У меня Близко К К В К Декорация Которую Она Построила Не Знаю Может Быть Это Кстати С Климовым Было На Одной Картине Не Помню На Какой Картине Но Я Обратил Внимание Что У нее Стенка Неровная Она Она Наклонена То есть Стена Должна Быть А По Камере Видно Такой Ракурс Был Что Я Точно Увидел Что Она Она У нее Я Говорю Мил Слушай А что Ты Построил Посмотри У тебя Стена Она Говорит А я Так Всегда Строю Ты Никогда Не Замечал Что Я Говорю Нет Голов Не Приходило Я Никогда Не Строю Прямые Я Говорю А чем Ты Мотивируешь Она Говорит Да Потому Что Это Не Художественно Не Надо В кино Строить Это Не Это Не Дом Это Декорация В ней Не Должны Быть Прямые Стенки Там У меня Первая Реакция Была Два Надо Все Заново Построить А Потом Я Я Понял Идея Правильно Идея Абсолютно Не Должно Быть Симметрично Все Это Это Так Как В этом Мир Этот Мир На Самом Деле Несимметричен Он Всегда В чем-то Наклонен Он Весь Изогнут Он В нем Нету Прямых Линий Вот Как ни Странно Как ни Странно Вот Папа Вроде Как С Андрюшем Поговорил И Что-то Понял Но Учил он Меня Ужасно Совершенно Он Не Оставлял У меня Была Такая Толстая Книжка Брэма Большими Фотографиями Животных Попугай Слон Еще Чего-то И он Закладывал Что я должна Была Придя Из школы Нарисовать Я Все Это Вознанавидела Вместе Со Слонами С попугаями И С прочими Неразовыми Животными А потом Они Меня Мои Рисунки Отвезли В художественную Школу И Меня Брали Без Экзаменов Прямо Учиться Уже Тут Началась Малина Я Дикое Количество Прогуливала Мы Ходили По Москве Мы Знали Каждую Улицу Каждую Подворотную Как Можно С одной Улицы Через дворы Перейти В другого То есть Когда Я Попала На Мосфиль И Мне Надо Было Натуру Выбирать То Вот Наверное Еще Там Лет Пятнадцать Я Вот За Столом Писала Где Что Надо Снимать Потому Что Я Очень Хорошо Знала Москву И Когда Я Делала Декорацию Коль Бледная Всю Эту Старую Москву Я Собрала Из-за того Что Которая Которая Даже В сухую Погоду Бежала Вода И Еще Так Травка Прорастала Потому Что Булыжник Так Был Потом Вот Так А Тротуар Был Из Больших Плит И Вообще Вот Эти Плит Они Были Очень Часто Разные На Улицах На Площадях Выложены То Какими-то Кругами То Какими-то Треугольниками Или Четырехугольниками И Вот Это Составляет Вот Эти Мелочи Они Составляют Ту Живеньку Декорации Которая Складывается Или Не Складывается И Благодаря Вот Этим Своим Как Это Сказать Ну Проголивая В общем Школу Я Приобрела Профессию Какую С ней Она Понимала Что Мир Очень Сложен И Поэтому Придумывала Очень Сложные Декорации Сложные Ходы Изобразительные Она Понимала Что Мир Не Может Быть Идеальным И Поэтому Кривизна Этого Мира Тоже Стала Одним Из Принципов Она Прекрасно Осознавала Что Что Чье Же Это Высказывание Что Без Необходимого Я Могу Обойтись А Вот Без Ненужного Никак Практически Невозможно Найти Картины Где бы Ее решения Не были Очевидно Решающими Вообще Натуру Выбирала Просто Гениально У нее Просто У нее Было Какое-то Чутье Плюс К этому У нее Была Масса Каких-то Вот Вы говорите Она Собирала Вещи Она Собирала Еще Места У нее Была Какая-то Вот Не знаю Откуда Она Это Черпала У нее Была Какая-то Фантастическая В голове Сидела Коллекция Еще Каких-то Она Как будто Откладывала Вот Вы говорите Она Вещи Но Она Также Откладывала Эти места И Когда-то Это Всегда Пригождалось В какой-то Момент А для Меня Самое Интересное Конечно Это Выбор Натория Я Обожала Всегда Особенно Когда Вот Так По Подмосковью Куда-то Надо Ездить И Это Вообще Учим И Мы В радиусе 300-400 Километров От Москвы Были Мужики Которые Меня Хорошо Знали Они И Строили Мне Один Город Еще Париж Строила С Ютьевичем Поленинов Париж Тоже На Этой Площадке Где-то Старая Москва Они Мне Привозили Старые Бани Какие-то Там Лоточки Какие-то Сплошныеся Крыши Стены И Ко Мне всегда Приходили И Говорили Ну Михаил Мы У тебя Топ Привезаем Меня Всегда Хау Назвали Я Вот у нас похвали Мы очень Старались Но я Ночью Потом Когда они Кончились Декорации Водку Приносили Как полагается Ну Людмила Михайловна Мила Надо сказать При том Что она Такое Удивительно Тонкое Женственное Интеллигентное Существо Вот Она Действительно Она Художник Не по профессии Она художник По натуре Своей По сути Своей Она художник И по сути Своей Одновременно Она женщина Потому что Любила Красивые Украшения Красивую Одежду Все это Да Но Когда она Приходила К этим Грубым Мужикам Которые Работали С топорами С молотками И строили Декорации Вот Они Ставали По стойке Смирно Они ее Все боялись Потому что Приходила Вот эта Женщина Значит В туфельках Прекрасно Одетая Они Знали Что приходит Очень строгий Очень строгий Художник Которого Ждать Пощады Невозможно Вот Иначе Она конечно Не смогла бы Построить Все эти города Вот ее Тема Ненужных Вещей Действительно Ненужных Каких-то Предметов Какого-то Абсурда Она Рассказывала Интересную Историю Что У нее муж Тоже был Художный Постановщик И он Однажды Поехал Во Францию И Ну Были собраны Деньги Тогда было Очень сложно С покупками Естественно Надеялись На привоз Джинсов На привоз Какой-то Еды Какой-то Одежды Интересной Зарубежной У нас В Советском Союзе Было С этим Совсем Сложновато И Муж Привез Старый Разбитый Кларнет С клапанами Какой-то Остов Прям от него С какими-то Клапанами Побитыми Просто Мужа Это настолько Потрясло Что он Все деньги Спустил На барахолке В этот Предмет И он Боялся Ей это Показать Он думал Она его Заругает А она Его Только Хвалила За это Предмет И говорила Это самая Необходимая Вещь В нашем Быту То есть Вы поймите Что она Это делала Не только для кино Она это делала И в жизни Она любила Ненужные вещи Она восхищалась Ненужной вещью Ненужные вещи Наполняли Просто ее Полностью Жизнь Я вот Ненавижу Быть Всю жизнь И Я считаю Что бы Быть Ужасно Вот я живу В таком Хаосе Но если Очень честно Сказать То Без него Будет Очень скучно Вот А моя Жизнь Вся состоит Из лишних Вещей А муж Мне всегда Говорил Что вот Если бы я Была богатым Человеком То у меня Был бы Целый дом Набит Нужными Вещами И я бы Туда Приходила И получала Удовольствие Поэтому Это все Зависит На какую Полку В свою Жизнь Последствую Потому что Есть художники Которые В общем Тоже Женаты Совсем Не На Такой же Профессии Я даже Не знаю Как они Живут По моему По моему Такой опыт На кого я смотрю Ничего хорошего Из этого Не получается Потому что Это какая-то Другая жизнь Понимаете Человек Который Там Рисует Или пишет Или пишет Сценарии Она Другая жизнь Всегда Так Ну это Твои фантазии Вот так Так что А мне так Хорошо Из этих Фантазий И поэтому Я говорю У нас Например Даже в исчезнувшей Империи На стене У мальчика Висит Раздавленное Машиной Ведро Потому что Это Такой Какой-то Современный Какая-то Инсталляция Современная Она ее Потрясала Как красиво Она раздавилась Как оно Проржавело Как оно Потекло Весь мир Который Она создавала В кино Состоял из Таких вещей КОНЕЦ Это ведро Снималось В исчезнувшей Империи Между прочим По-моему Да Я вспоминаю Кадр был Где она Сделала Кадр Такой Потом они Целуются Чего-то И я хотел Кадр Который Квинтэссенция Времени В деталях Которые Молодой человек Может себе В комнате Поместить И там Какая-то Каша Юрия Гагарина Ларис Пресли Не знаю И ведро По-моему Это было Почему она Его повесила Не знаю Но мне тоже Очень понравилось И я оставил Хотя никакой Логики в этом Не было Но это так же Как нету Никакой логики В том Что у нее Стенки наклонные Но художественно Но художественно Она Конечно Да Была В этом Она одевалась Всегда Всегда Как-то Интересно Она не была Какой-то Модницей Какой-то Тем более В общем Какой-то У нее Не было Кэш Наверное Ну Как-то Она Какой-то У нее Свой образ Был Вот И я понимаю Что она Как-то В этом образе Тоже Она его Выстраивала Вот И у нее Было живое Очень лицо У нее Глаза были Необыкновенно Живые Веселые В общем Такие Искрящиеся Про нее Можно говорить Очень много Она была Человек Необыкновенной При этом Кстати Очень подвижной Веселой Могла Рюмочку Выпить И не одну Да Везде Где она Накрывала Поляну Стол Она в этом Тоже была Большой мастер Вот что Интересно Вот женщина Которая Казалось бы Была настолько Вся в творчестве В своих Каких-то Эти И это Но при этом Она и этого Удивительно умела И не то чтобы Не то чтобы Там были какие-то Знаете там Богатые Разносолы Нет Он был всегда Очень такой Какой-то Правильный Но Но какой-то Он был Вот художественный Вот он был Необыкновенно Что-то в нем Всегда было Такое Располагающее К застолью Как-то все Было подобрано Правильно Все Все блюда Были Правильные Я имею ввиду Она и в этом Была талантливая Я говорю Все к чему Она прикасалась Было искусством Если это был Просто накрытый стол Для того Чтобы выпить По рюмке водки Это тоже было искусство Это не было формальности Белый скатель Красивые чашки Кофе Солнце Вот отсюда Лепит Шикарно Обожаю И изумительная собака Ну и муж был Неплохой Самое главное У нас были Новые годы Потрясающие Потому что мы лежали На сугробах Мы танцевали Лежа Народа было много Музыку хорошую Включили Тогда только-только Феллини начался Она была Сложный человек Первое что В ней было Она очень высоко Ценила идею Так высоко Что считала Это Драгоценностью Которую Все хотят Украсть Даже когда мы Работали В мастерской Всегда были Закрыты двери Пустые Чужие люди Не должны были Заходить в мастерскую Где мы Придумывали Кино Но по сути Мир Который создается Вот Давно Я вычитал У одного автора Что Этика Эстетика Это одно и то же Как устроен мир Так устроено И взаимоотношение Людей Как устроено И взаимоотношение Людей Так и устроен мир И поэтому Когда художник Придумывает Какую-то декорацию Придумывает Какой-то образ Для кино Он по сути Продумывает Не просто Это дизайн Что часто Сейчас я стал слышать От молодых режиссеров Что давайте Придумаем дизайн Картины Он придумывает Свои законы Добра и зла Просто Иногда Ставя стены Ставя Окна Ступени Крыши Колонны Это все Одно диктует Другое Все живое Она ценила Она мне как-то Сказала Когда Я детей своих Они маленькие были Я их привел По-моему На всадники Они пришли В декорацию Они маленькие Были совсем И она вдруг Мне говорит Ты знаешь У тебя очень живые дети Вот она Такое слово Понимаете Не то что Я имею ввиду Что она там Похвалила Моих детей А в том смысле Что она Вот именно Такое слово Живые Это для нее Было очень важно У нее не было Вот хорошо И плохо У нее было Живое И неживое Вот так Это говорилось Если живое Это было Высшее Если она Тебе говорила У тебя Получился Живой кадр Живая сцена То значит Это хорошо Но когда Она не говорила Живое Я понимал Что что-то Не то То есть Я понимал Что тут Вообще Надо бы Что-то Что-то По-другому Сделать Мне всегда Нужен был Конечный Результат Как можно Быстрее И только Тогда я Освобождалась От всех Идеи Месли И так далее И конечно Так сказать Если бы я Сама не была Художником Постановщиком Это очень Тяжелая профессия Уж я не говорю Для женщины Которая В общем Должна еще Что-то В жизни Еще другое Делать Еще детей И мне Так сказать Не родилось И слава Бог Потому что Мне надо было Тогда убирать Или Как бы Семья Которая Которая бы Вся была На меня Но кино Конечно Меня съело К сожалению Очень много Зря Я Время не потеряла Но она Такой человек Которого Любое дело Которым бы Она занималась Съела бы Жизнь Дело в том Что она По своему характеру Такой человек Это есть люди Которые предназначены К созиданию К творчеству Они просто Не могут По-другому Они Чем бы они Не занимались Все равно Это становится Самой важной Частью Но соответственно Это Они жертвуют Всем остальным Личной жизнью Там В таком Обывательском Понимании Жизнь Была бы Несчастна Неудачна Начало Книги Но это может быть И не только Книги А любые Картины Вот эти Гвозди Это Наша Забитая Жизнь Гвоздями На все Существование Российского Государства И российского Человека Следующий Я беру Все в огне То есть Все Все горело В этой Стране Всегда Во все Времена И огонь То ли он Спасал То ли он Как говорится Приносил В ногу Горе Но как бы Это тоже Из истории Этой страны Понимаешь Ну и там Пошло Пошло дальше И кончить Этими же Гвоздями Книгу Или там Фильм Когда значит Вот эти Все равно Какое бы Не было Правительство Все равно У нас Гвоздями Все Забитая Там распнут Да Вот мне очень нравится Эта идея Я не знаю Может быть Ее можно Десять раз Поменять Но Что-то есть Вот В этом Начале И конце Чтобы это было Десять раз Десять раз Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!